Я вам расскажу простую вещь. Посмотрите, чьи заводы стоят в ваших городах. Просто кому они фактически принадлежат. Где находятся подлинные владельцы этих заводов. Если мой дед в городе Большой Химии, который на самом деле город основали после войны. Я родился в Новокубешевске. То есть город основали сразу после войны. По сути в чистом поле там несколько мордовские лепеги, чувашские лепеги, русские лепеги. Еще там неустаканенные цыганские лепеги. Все, больше там никто не жил. В поле, недалеко от Самары, на берегу Волги, чтобы возить нефть. В Самаре открыли нефтяные месторождения, построили нефтеперерабатывающий завод. Мой дед строил в поле ТЭЦ для этого завода. Он приехал туда главным инженером, он построил ТЭЦ и умер фактически, закончив эту стройку. Вот финал его жизни. Вот мама как заехала девочкой в эту квартиру. Она так живет в этой самой двухкомнатной квартире, куда заехала с двумя братьями, значит, и с отцом, с матерью, в далеком 54-м году. Ну, там, с 54-м, потому что 56-й там они заехали. Вот. Значит, поясняю. Встречаю на московском мероприятии человека, который продал ТЭЦ, которую строил мой дед, от одного олигарха, а что я с его скрывать? Это Виксельберг, обратно в Роснефть. Что скрывать? Это вроде как будет госкорпорация, но вы загляните и посмотрите, кому приезжают пакеты акций. И получил олигарх за продажу ТЭЦ, построенный руками русских рабочих, главным инженером, моим дедом, олигарх деньги, а этот человек получил комиссионные. И он не понимает, почему у него по решению суда, за подобные мероприятия, суда Российской Федерации, все эти деньги конфисковали. Он искренне смотрит на меня и не понимает. Я ему говорю, а как ты мог заработать, продавая народное имущество, торгуями, как вообще кто-то мог стать владельцем этого? И заключаю, ну, дальше я вывод делаю. Так это ТЭЦ, а теперь заводы. И рассказываю, я относительно каждого завода могу построить профессиональную программу, что нужно сделать по экологии, не только для экологии. Есть конкретно, вот меня часто упрекают, говорят, ты вот ездишь там на Тесле, Тесла это дорогая машина, я вам объясняю, однажды я одному человеку, который, кстати говоря, не купил приватизированный завод, а купил уже у человека, который этот завод разорил, он купил завод. И начал эксплуатировать. Я приехал к нему и говорю, закрой вот эти старые печи, старую технологию, и поставь новую технологию. Человек влез в долги, построил новую технологию, встречается потом со мной, спустя какое-то там время, и говорит, слушай, у меня себестоимость продукции упала. Упала в четыре раза себестоимость. Я, говорит, сейчас конкурентоспособен с кем угодно, с китайцами, с кем угодно. У него до сих пор он держит вот эту, ну, за счет вовремя проведенной модернизации. У меня нет проблемы с доходами, потому что я научил человека заработать хорошие деньги за счет модернизации. У него в городе теперь ловится то, что раньше вылетало, превращается в товарную продукцию и продается. То есть, то, что когда-то травило людей, сейчас продается за деньги, потому что он построил за большие деньги, очистные сооружения, которые улавливают это все. И сейчас город преобразовывается. Не хочу сейчас рекламировать конкретного человека, но то, что я видел, когда первый раз приехал в этот город в начале 2000-х, и то, что там находится сейчас, если я вам покажу фотографии, вы не поверите. Человек просто вкладывает в город, как будто это его домашний кабинет, понимаете, да? То есть, подчеркиваю, у человека все капиталы возвращаются сюда. То есть, он не выводит капитал. Почему? По кочану. Потому что есть люди, у которых все заточено на это, и его не пугает законодательство в области охраны окружающей среды, его не пугает необходимость инвестировать в модернизацию предприятия для повышения себестоимости, ой, для понижения себестоимости, для повышения эффективности. Поясняю. Есть разные подходы. Есть подход, который считает народ, это ресурс, который нужно израсходовать. Этот ресурс должен приходить на завод и умереть на заводе. А есть люди, которые считают, что народ – это как почва, на которой произрастает вся страна. Что твой завод только тогда будет работать, условно говоря, когда семя, бросенное в почву, будет расти. Если ты выхолостишь почву, ничего расти не будет. Не будут заводы в пустых городах работать. Не будут. И люди вкладываются в страну. Они, конечно, не могут всю страну вложить. Но здесь вам и простой ответ. Посмотрите, какие города, города черного неба, ассоциируйтесь с местопроживанием крупнейших владельцев этих промоактивов, и вам сразу станет понятно, против кого и кого конкретно в рамках этого законодательства, экологического, мы хотим заставить модернизировать старые ресурсные технологии еще Советского Союза. Почему олигархи, которые 30 лет зарабатывали на этих заводах, должны хотя бы на часть денег, которые они увезли из страны, купить где угодно очистные, в Китае их блестящие очистные сейчас производят в Китае, и привезти и установить в России. Ну, если они не научились это делать в России, к сожалению, пока никто не научился. В Китае уже перешли на вот это.